Здравствуйте виноградари! Сегодня я хочу узнать, как быстро растут корни на укореняемых черенках. Зачем мне это нужно? Как известно, сигналом к пересадке из какого-нибудь субстрата в грунт укореняемых черенков является появление калуса и первых небольших корешков. Если мы передержим в субстрате свои черенки, то корни очень быстро отрастают. И естественно, такие уже пересаживать в грунт нецелесообразно. На экране вы видите два черенка, которых корни отросли уже приблизительно на 2 см. Я считаю, что это уже ненормально. Эти черенки в грунт нужно было пересаживать немножко раньше. Но я хочу выяснить, есть ли у нас время, то есть как уловить этот момент и как быстро растут эти корни. И для этого я проведу небольшой экспериментик. Что же будет, если саженец не посадить вовремя? Вы видели, там были довольно хорошие уже корешки, но уже время было немножко упущено. Я же еще продержал в вермикулите его 7 суток. И теперь я покажу, что стало с этим саженцем. Ну, во-первых, вот смотрите, это уже такие длинные корни. То есть здесь уже несколько сантиметров. Вот корни. Очень много корней, очень много. И как будто мы должны радоваться. Но на самом деле радоваться особо нечему. Я сделал небольшие метки. И уже видно, что за сутки корешок, это не только один корешок, все корешки так выросли, вырос почти на сантиметр. Вот, если посмотреть, то практически это сантиметр. И, возможно, мы должны были бы радоваться, что у нас черенок хорошо растет. Но на самом деле радоваться нечему, потому что он находится у нас не в питательном грунте. А все корни, все корешки растут только за счет питания из черенка. А для того, чтобы корням черенка при пересадке в грунт можно было начать полноценно работать, нужно какое-то время. Но у нас получается, что все питание, которое было в черенке, уже ушло на выгонку вот этих длинных корней. Еще неизвестно, как мы их достанем и, возможно, даже и отломаем. И при пересадке в грунт может оказаться так, что саженец просто погибнет. Поэтому не нужно затягивать с пересадкой. Лучше всего пересадку в грунт производить тогда, когда появятся небольшие, ну, около сантиметра корешки. Аккуратно посадить, и это будет самое оптимальное время для пересадки в грунт. Вот сегодня такое небольшое видео, оно касается роста корней и о своевременной посадке саженцев в грунт, чтобы наши саженцы успешно прижились. Вот, собственно говоря, и все. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет еще много интересного. До скорой встречи. Пока!